Папа у меня на войне был. В землянке жили после войны. И им предложили ехать в Мариуполь на восстановление завода Азовсталь. В Мариуполь я и школу закончила. Все, и вот теперь тоже такое безобразие творится. Все разрушено там. У меня сын в этом году ездили в Мариуполь. Там, где дом наш был, вся улица вся разрушена. Ну, с 14-го года вся эта заваруха началась. У меня сын еще оставался в Мариуполе. В 14-м году сюда приехал. Эти территории стали отвоевывать, которые раньше принадлежали же России. Ну, мы вот жили в Мариуполе, так даже не считали, что это русские или украинцы. Все одинаково были. И в школе вместе шучились. Никто даже не обращал внимания. А русские и украинцы вообще никакой границы не было. А потом все стали врагами. Не знаю вообще, к чему это приведет. И вообще, к чему эти войны непонятно. Или надоедает людям жить мирно. Или я не знаю, чем объяснить. Началось все. Ну, все думали, что вот-вот закончится. А теперь я не знаю. Теперь все же взялись помогать Украине. Не знаю, почему такое отношение. Прибалтика у нас тоже недалеко. И Прибалтика вся против нас. Но они, наверное, и всегда ненавидели русских, мне кажется. Просто тогда присоединили к Советскому Союзу, наверное, деваться некуда было. А так, мне кажется, не всегда Эстония, особенно Литва, наверное, и тогда ненавидели. Ну, вот молодые ребята говорят, что добровольно идут. Я вот тут тоже что-то сомневаюсь, чтобы добровольно шли. Наверное, посылают все-таки. Набирают и посылают. В 39 лет мой дед погиб. Сейчас мне 62 года. Я вот так вспоминаю, что у меня было в 39 лет. Это вся жизнь впереди. А мой дед погиб. Понимаете? И вот, может быть, ничего хорошего в жизни-то больше не видел. Умер от ран 13 января 43-го года, освобождая город Великие Луки. Знаете, вот даже по сегодняшнему дню мы ведем ОСВУ. Ну, какая-то военная операция, да, люди погибают. Ну, там погибают. А что у нас по телевизору? Развлекаловка идет. В 41-м году, когда началась война, ведь все же встали на защиту. У меня тоже племянница. Я у нее спросила, своего мужа еще не призвали. Она так, а как это ты что? Я говорю, а как ты что? Идет военная операция. У тебя дочка маленькая. Кто тебя будет защищать и твою дочь? Только мужчина. Ну, у него я спросила. Он говорит, ну да, если надо будет, пойду. Я бы сама пошла, только у меня возраст не позволяет. И там, знаете, надо же дронами управлять. Война, война дронов идет. Я помню, что нет. Если война начнется, я пойду, у меня даже без сомнения. А молодые, да. У меня и на работе тоже скрываются. Под маминой юбки. Ну, что это за мальчики? Печально, что вот есть такие люди, которые сразу в Грузии там куда-то уехали. Вместо того, чтобы защищать. Предателей нигде не любят. Про Украину. Ну, у меня тоже там есть была подружка, которая в 13-м году плакалась, что ей так плохо в Германии жить, потому что у одного поработает, у второго. А когда 14-й год наступил, я ее поздравила с 9 мая, послала ей ленточку георгиевскую. Она мне пишет, уберите поганую ленту. А я не поняла, про что она. Украина, это же Европа. Она меня по-русски, таким трехэтажным матом и вычеркнула меня. У нее здесь сестры двоюродные. Она их тоже всех вычеркнула. Нам надо дружить. Мне очень жалко, что с Украиной так произошло. Очень жалко. Может, что-то наподобие Советского Союза будет. Я уж не думаю, что мы объединимся все. Но хотя бы связи поддерживать, да. Хочешь мира, готовься к войне. Поэтому, если у нас армия будет сильная, нам бояться некого. Ну, и воспитание молодежи. Я внучка моей сестры, но она такая у нас. Ей 5,5 лет. Она всегда спрашивает даже про СВО. А что они к нам лезут? Я говорю, ну вот зачем-то лезут. Поэтому надо Родину любить, охранять, уважать и чтить память. Я просто большинство людей знаю, которые хотят мирной жизни. И они, наоборот, отсылаются к Великой Отечественной войне для того, чтобы это не повторилось. И для того, чтобы вспомнить то, что мы все были едины. И не искать врага среди своих. Когда только начинался призыв, это очень сильно затронуло общественность. Очень было много видео. Люди тоже, по-моему, пытались выходить на площади. Ну, это прям была маленькая численность людей, которые или с плакатами, или они просто выходили, что они против этого. Но я знаю, что очень много у нас здесь есть Великолугский мясокомбинат. Очень много мужчин оттуда поехали на войну. И я тоже думала, что это так все насильно. Но я встречаю таких людей, которые своим долгом считают идти. Ну, при местных зарплатах, там, суммы в 200 тысяч. Очень заманчиво, наверное, выглядит. Это очень печально, когда разрушаются там целые города, жизни. Ну, сейчас, возможно, люди стараются более спокойно, опосредственно от этого жить. Продолжение следует... Псковская земля оказалась в эпицентре боевых действий, очень серьезные бои здесь шли, где-то в лесу вот такая штуковина обнаружилась, автомат ППШ, советский автомат, ложка бойца простреленная, память о той войне справедливой, в отличие от сегодняшней. То, что произошло 24 февраля прошлого года, это преступно. Я здесь родился, закончил два УЗа, педагогический, ИСТФАК и юридический, Санкт-Петербургский. В силу семейных обстоятельств, в общем-то, скорее всего, местного безденежья и безработицы, пришлось пойти работать в полицию. И, в общем-то, до 47 лет работал в полиции, закончил службу в должности замначальника подполковника МВД. Это в 15-м году. В конце 80-х, начало 90-х годов, когда я вот уже вернулся из армии, я был убежден на 100%, что вот те новые веяния, новые направления, которые избрала Россия, они не подлежат какой-либо редакции, пересмотру, это уже неизбежно. То есть, ну, мы повернулись к демократии, к западному миру. Да, будет какая-то ломка определенная экономическая, социальная, но я был абсолютно убежден, что какой-то, что ли, ремиссии быть не может. Вот. Примерно 20 лет назад все стало меняться в обратную сторону. Кровожадность и человека-ненавистничество, оно стало возвращаться. В 14-м году, когда я уже, в общем-то, понимал, что надо, наверное, заканчивать службу, вот произошли вот эти события на Майдане, аннексия Крыма. Я написал письмо Путину. Я высказывал свою позицию тоже, что это нарушение международного права, это преступление. Говорил, что это неправедное дело, и оно плохо закончится для России. Вот. Я, конечно, не ждал какого-то ответа. Его, собственно, не пришло. Ответ и не пришел. Вот. Но то, что оно было, попало в структуру канцелярии Путина однозначно, потому что буквально через, наверное, пару недель я стал испытывать такие скрытые репрессии в мой адрес со стороны руководства. Я понимал прекрасно все результаты и последствия, но да, выплеск какой-то личных моих эмоций, переживаний. И я вот так, ну, что ли, наивно полагал, что, ну, вдруг, вот, может быть, там какое-то идет колебание в этих кремлевских башнях, вот, может быть, не хватает какого-то голоса снизу, что ли, понимаете? Что-то вот какой-то вот провинциал напишет письмо, и вдруг там какой-то советник Путина прочтет его и скажет, Владимир Владимирович, вы знаете, вот тут провинция, она не однообразна. Вот есть люди, которые вот события на Украине воспринимают не совсем так, как мы хотим представить их в наших гос.СМИ. Я понял, что в МВД остаться просто невозможно, это претит моим внутренним убеждениям. И буквально сразу после увольнения, вот, через месяц там была кампания избирательная сентябрьская. К удивлению для себя и для многих я вот стал депутатом от «Яблока». Депутатом я был два с половиной года, с небольшим преимуществом, но я победил, да, своего конкурента от партии «Единая Россия». Прекрасно, что поставили. Иосиф Иссарионович выиграл войну, победа в Великой Отечественной войне. Народ почитал его, почему? Все помнят его. Но был порядок, извините меня, был порядок, такого воровства у нас не было. И сейчас время тяжелое, надо сплачиваться больше, патриотизм развивать в школах. А сейчас вот это, по-моему, немножко упущено. Я когда училась в школе, мы были пионеры, комсомольцы, и у нас была какая-то ответственность за Родину, за свою. Нет ответственности за Родину ни за что. И кто в этом потакает? Родители так в семье воспитывались, значит. Слабые люди, даже можно сказать, предатели. Да, они хотят идти Родину защищать. Хотят жить, гулять, важнее свою шкуру спасать, извините за выражение. Все жили дружно. Что получилось? Захотели развал Союза. И сейчас стремятся уничтожить Россию. Запад кто? Вы посмотрите, они как будто бы безграмотные все. Всю историю переписали. Всю историю. Вот Грым. Екатерину памятник снесли. Екатерина основала. Это была Малороссия. Никакая там не Украина. Послушайте меня внимательно. Вот эта западная Украина, бендеры, бендеры, они во время войны хуже гестаповцев были. Хуже. Потом, когда нашу победу одержали в 45-м году, они спрятались в лесах. Кто уехал? В Канаду, там в Америку их прикрыли, главарей этих. Вот. А потом Хрущев дал им амнистию, как вот мать рассказывала, и они все вылезли, эти бендеры. Кто-то стал пробиваться в политику. Ну а с Запада всегда была вербовка этих людей. Поэтому ненависть у них росла. А на Украине, вот как взять образование, они же все, переписали историю. Они вот с такого детям что вручали? Что мы плохие русские, такие-сякие, мы враги. И вот что выросло, какое поколение? Ну, когда это закончится, это только известно нашему президенту. Президента своего уважаю и буду уважать. Еще хочу, чтобы он остался на следующий срок. Сказать о Сталине в двух словах невозможно. Надо просто, наверное, почитать. Ну, не знаю, ну того же Шаламова, наверное. Если человек еще усомнится в чем-то, то я тогда умываю руки. Касаемо моей, получается, двоенной бабушки. Она родом из Тверской области. И она там работала зоотехником. При оформлении карточек на животных, которые там были продуктивные, на них там надо было какую-то кличку им присваивать. Она присваивала клички животных, значит. Ну, там такие были, например, Коминтерн, потом Комсомолка и Крупская. Семья. Семья Крупская. В 1936 году ее по доносу за вот эту кличку арестовывают. Пять лет лагерей. И сразу отправляют по этапу на Дальний Восток. Ну, вот у нее такие были замечательные брат и сестра. Они едут в Москву, находят Крупскую. Вот. И рассказывают ей эту историю, что вот у нас сестра есть, которая вот осуждена, потому что назвала продуктивную свинью вашей фамилией. Крупская отнеслась очень позитивно. Ну, она посмеялась. Говорит, ну, если свининой моей породы накормят советские граждане, это же замечательно. Ну, зачем человека за это осуждать? Вот. И через два месяца ее освобождают. Там есть решение Верховного суда. И в 1939 году Крупская умирает как раз. И Фруза умирает. Она оттуда уже вернулась с инвалидом. Фигура значимая очень. И для людей старшего поколения она достаточно неоднозначная. Сколько я не пыталась разобраться, очень непонятно даже от бабушек, от дедушек. От кого ты слышишь, что он там сделал много чего плохого. От кого ты слышишь, что на столе не все держалось. Поэтому такое мнение неоднозначное складывается. Поэтому я не против того, что это устанавливают. Это тоже часть истории. Тоже такой противоречивой истории. Ну, опять же, его меры в правлении страной как бы были, ну, мягко сказать, не очень. Ну, в плане именно человечества, наверное, больше. То есть у людей было меньше свободы. Человек внес какую-то лепту в историю. То есть он что-то привнес. Как бы, да, ему можно поставить памятник. Да, понятное дело, он был плохой человек, если так можно сказать. Но, опять же, в каких-то моментах он был лучше. Судить те времена, кто за что сидел, очень затруднительно. Кто-то по наговору, а кто-то за действительные действия свои там. Мне кажется, по тем временам лучше было даже с обеспечением и медициной. Школы бесплатные, университеты, училища, техникум бесплатные. Вот все поколения практически жили при войне. Бабушка преимпериалистическая. Мама попала подростком в Великую Отечественную. А мы уже дожили где-то к 50 годам. И слава тебе, Господи, нет ничего. И на тебе вот не хотелось бы этого. Чтобы все прекратилось, чтобы жило мирное население. И той страны, и из этой страны. У меня призывной возраст. Но пока что, поскольку я обучаюсь, я студент четвертого курса, я пока что у меня действует отсрочка. Дополнительно в военном комиссариате мне поставили категорию ГЭ. Мобилизация проходит. Есть какие-то фирмы, которые предлагают полную защиту от мобилизации. То есть, опять же, это та же самая IT. От обязательного призыва никто не освобожден. То есть, да, тут в любом случае приходится. То есть нужно, как бы, отдавать долг родине. Вот. А так, если мобилизация происходит, и если, допустим, человек, специалист какой-то узкой области, узконаправленный специалист, его не заберут, поскольку таких людей очень мало остается. И надо как-то поддерживать в целом уровне в городе. Есть каналы на YouTube, допустим, те же самые, которые могут говорить плохие вещи, то, что вот, агрессор, все остальное. Но в целом-то надо же знать в целом ситуацию и оценивать по-своему. Каждый человек имеет свое мнение. Основная, наверное, масса, к сожалению, ну, не основная, ну, значительно будем говорить так, она именно так и рассуждает, что, ну, не может Россия быть агрессором, не может просто так напасть. По подсчетам Псковской губернии, только погибших, которые прошли через СМИ, через социальные сети, около 300 человек. Это же только жители Псковской области. Но я убежден, что и в Польше, потому что многих хоронят не публично. Включая первый канал и смотря какой-то пропагандистский сюжет, в течение получаса понимаешь, что ты становишься уже не тем, кем ты был до этого. И в плане таком беспардонном, циничном, оно опускается все ниже и ниже. И вместе с тем, и вот зритель тоже движется в том же направлении. Когда, наверное, что-то, бомба не упадет на голову, наверное, человек не скажет, что какое-то изменение произошло в его повседневной жизни. Но они происходят безусловно. И у нас это просто падение. Это как вот падающий альпинист, у него там спрашивают, как ты там, что с тобой? Он говорит, я еще все нормально, я еще лечу. То есть мы еще просто не долетели до дна, но мы летим. Грубо говоря, я был там начальник участковых, да? То есть маленький городок. У нас акций, связанных с пресечением каких-то там действий, значит, оппозиции просто не было. А сейчас вот почему, что с полицией произошло. Во-первых, конечно, им дали карт-бланш. И явно, и неявно. Их инструктируют, как себя вести. Им дают понять, что за избыточное применение насилия к вам не будет применяться какие-либо репрессивные меры. Ну вот я убежден, что это так сейчас есть. И они вот так себя и ведут. И плюс еще, наверное, какая-то промывка мозгов, да. Я выходил, да. Плакат был в виде украинского флага. Площадь была оцеплена полицейскими. Там, наверное, человек 30 стояло. Я говорю, вот у меня намерение провести пикет одиночный. Я привел, значит, в законодательную базу, что я могу одиночный пикет проводить. Более, это гайд-парк. И, значит, я вот хочу эту акцию провести. Наверное, часа два я стоял с плакатом 4 апреля уже, да, поправки в административную, в уголовный кондекс вступили. Штрафами кормить этот режим, наверное, нецелесообразно. И стал уже как юрист помогать тем людям, которые еще выходили. Штрафами кормить этот режим. В постперестроечную эпоху еще отделы полиции были наполнены кумирами советской эпохи. Ну, а Дзержинский, как известно, основатель репрессивного аппарата. Ну, и все-таки это примерно в середине 90-х годов, ну, вот эти все персонажи стали удаляться из, как правило, холлов, приемных там отделов милиции на тот момент еще. Ну, и для сохранения, что ли, исторической памяти, каких-то артефактов, ну, вот я вот этот профиль Феликса Дзержинского привез к себе на дачу и вот разместил, по-моему, в самом удачном месте у собачьей будки. Чтобы отразить мое отношение, это еще по-польски написал «Злой поляк». На самом деле он такой и есть. Не бояться, наверное, только конченый идиот. Я, конечно, подхожу к ситуации с некоторой долей осторожности. Я понимаю, что, ну, надо выдерживать некоторый баланс и, как сейчас любят говорить, не переступать за красную черту. Но где эта черта находится, в реальности, конечно, трудно понимать. Может быть, она уже и переедена. Но в силу, не знаю, воспитания, наверное, может быть, вот... Мириться с тем, что происходит сегодня в России, я не могу. И не прекращу, хоть, может быть, какой-то и глухой, но протест. Какой-то наш небольшой протест на чашу весов, в общую копилку и накладывает определенный груз, который в определенный момент срабатывает, и стрелка качнется в лучшую сторону. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok